Добрый день, друзья! Каждому по приветику из солнечного, жаркого, летнего Петербурга. Вы на канале Елена Жемчугова, и мы говорим о Петербурге, о переезде в Петербург, о регистрации, об аренде, о недвижимости, о районах города, о работе, о вакансиях, о зарплатах, о людях, которые здесь живут, о климате, обо всем, обо всем, с чем вы можете столкнуться при переезде. Спасибо, что вы со мной, спасибо за комментарии. Под прошлым видео такие теплые были милые комментарии. Да у меня под каждым видео практически классные комментарии. Спасибо, мои дорогунчики, спасибо моим постоянным зрителям. И под одним из видео «Переезд в Питер. Как устроится аренда работы?» Привет, друзья! Каждому по приветику. «Аренда работы, семья» в обсуждениях вопросик был от Ирины Сидоровой. Лена, мне интересно, можно ли найти работу на предприятиях и заводах советской эпохи? Их же много было в Ленинграде. Существуют ли они сейчас? Спасибо. У меня пока нет информации, не было вернее. И я попросила тех, кто знает что-нибудь, написать в комментариях. Потому что на моем канале не только те, кто собирается переезжать или только-только переехал, а и зрители, которые давно переехали, или местные жители Петербурга. И вот Андрей написал нам информацию интересную. Здравствуйте! Кратко отвечу. Андрей, с вашего разрешения зачитаю. Я думаю, можно это в открытом доступе. Здравствуйте! Кратко отвечу. Если интересно, заводов тут много и устроиться можно. Хотя, наверное, не так много, как в советское время. При переезде советую вам заранее сделать в своем городе справку об отсутствии судимости и получить справки о том, что не состоите на учете в психоневрологическом и наркоденспансере. Все это вам пригодится при устройстве. Плюс сразу ищите жилье недалеко от завода, где предполагаете работать, чтобы было удобнее добираться. Ну и по прописке временной. Скорее всего, она вам тут понадобится при устройстве. Делайте прописку только через МФЦ или паспортный стол с хозяином. То есть, варианты сделать за 1000 рублей на год через сомнительное агентство сразу отпадают, так как это просто бумажка, и вам откажут в работе, если там нормальная служба безопасности. А у заводов, особенно оборонных, такая служба есть. А вообще, на заводах тут почти всегда есть открытые вакансии. Даже если нет опыта, то можно пойти учеником. Надеюсь, хоть немного помог, но, наверное, будет видео, где все будет более подробно. Спасибо, Андрей. Очень приятно, что вы откликнулись, поделились с нами информацией. Тут же хочу сказать, что заводов действительно много. Сейчас мы посмотрим вместе с вами. Я уже потихонечку открыла информацию, начала искать. У меня, среди моих знакомых, нет работающих на заводах. Если только... Вот у моей знакомой, это муж работал на Нисоне и на Тойоте. По-моему, он на Нисоне уже второй раз устроился и работал. Я об этом рассказывала. Но в Петербурге действительно очень много заводов. Дальше совершенно согласна с вами, что жилье нужно искать непосредственно возле работы, возле завода, если вы выберете работу на заводе, чтобы было удобно вам добираться. Насчет прописок. Мы уже обсуждали регистрация прописка. Конечно, это прекрасно будет, если вы будете прописаны или в своей квартире, которую купите, или в арендованной квартире с хозяином через МФЦ или паспортный стол. Вот эти фирмы, которые вы пишете за 1000 рублей, я уже оставляла сайт этой фирмы. Мы ходили в офис. У них тоже есть такая услуга, как прописка через МФЦ, через паспортный стол вместе с хозяином. Но стоит она дороже. Об этом я говорила. Конечно, не стоит регистрироваться, как говорится, на коленках на улице по непонятным бумажкам. Нужно искать там, где действительно вас нормально зарегистрируют. Абсолютно согласна. Плюс регистрация, смотря для чего. Для заводов, возможно, нужна такая, как вы пишете, регистрация. Видео о регистрации, ребятушки, посмотрите, кому интересно. Дальше, вот насчет этих справок не знаю. Возможно, на заводах и требуют. Раз вы, Андрей, пишете, возможно, вы сталкивались с этим. Поэтому, возможно. У меня ни разу здесь не спросили этих справок. Ни одной, ни другой, ни третий. Ну, возможно, просто это не те предприятия, на которых спрашивают эти справки, скажем так. Поэтому, Андрей, спасибо большое за дополнение. Очень интересно. Интересная информация и полезная, может быть. Во всяком случае, для размышления и для того, чтобы учесть. А я просто вместе с вами сейчас зайду на сайты. Я нашла, где перечислены производственные предприятия Санкт-Петербурга. Сайт нашла я. И заводы, и промышленные предприятия Санкт-Петербурга. Оставлю ссылочки под видео. Очень удобные. Сайты, где же нам искать информацию? Сейчас все в интернете. Или, если есть знакомые, которые работают на каком-либо заводе, расскажут. Если по сайту смотреть, очень удобно. Посмотрите, вот здесь написаны заводы и чем они занимаются. Что изготавливают. Например, вот. Ленпродмаш. Основная продукция опорудования для линии разлива. Технофлейм. Основная продукция горелки промышленные. И так далее про каждый завод. Каждый, каждый очень много. Знамя труда. Основная продукция общепромышленная арматура. Арматура для АЭС. И так далее. Штурманские приборы. Очень удобно, что вы можете перейти на сайт этого завода. Вот здесь нажать. Ленпродмаш. Давайте вот просто. Попробуем перейти. Вот Ленпродмаш. Все написано. Экспорт продукции СНГ. Какая продукция производится. Оборудование для организации линии разлива минеральной воды. Напитков слабых и крепких алкогольных напитков. Все, 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 все. И самое главное, что здесь есть. Все данные. Все телефоны ниже. Ребятушки, все телефоны. И самое главное, сайт. Вы можете перейти по этому сайту. Это сайт этого завода. И здесь еще подчеркнуть информацию о нас. Производство оборудования. Сервис, лизинг, новости, партнерам, контакты. Бывают еще отдельные вакансии, допустим. Мы нажмем контакты. Посмотрим, может быть в контактах есть вакансии. Смотрим. Вот, пожалуйста, отдел продаж. Отдел кадров. То, что нам надо. Отдел снабжения. Отдел рекламы. Отдел сервиса. Почтовый адрес. Мы в соцсетях. Можно посмотреть. Мы в ютуб. Все-все есть. И даже на карте есть это предприятие. Отдел кадров. Можно позвонить, уточнить, какие есть вакансии. Но есть более удобные сайты, где сразу обозначены вакансии. Вот я уже зашла на Кировский известный завод, который у нас в Петербурге. И вот у них очень удобно, что у них есть вакансии. Вакансии на заводе. Открываем эту страницу и читаем. Слесарь-демонтник. Старший диспетчер. Токарь. И так далее. Тут страничек. Вот, смотрите. Четыре страницы. Смотрим. Старший диспетчер. Обязанности. Перечень обязанностей. К сожалению, я не увидела зарплаты. Так. График работы. Сутки через строй. Оформление. Медицинское страхование. Опыт, какой нужен, не нужен. Токарь. Оператор. Где-то указаны зарплаты, где-то нет. На таких сайтах. Дальше листаем. Смотрим. Слесарь. Электросфарщик. Лаборант химического анализа. Контролер УТК. График работы 5.2 с 7 до 15.45. Оформление. Ведение документации. Опыт работы аналогичных должностей от двух лет. Наличие пятого разряда. И так далее. И так. Практически на любом предприятии есть сайт. Обязательно. И все мы здесь можем на этом сайте найти. В крайнем случае найти телефоны. Вот, пожалуйста, куда можно обратиться с вопросом. В отдел кадров. Отдел кадров для этого и существует, чтобы отвечать на наши вопросы. Можно на некоторых сайтах заполнить анкету, заявку, резюме свое отправить сразу. Два сайта я нашла. Вот другой сайт производственной предприятии Санкт-Петербурга. Обувная фабрика. Металлургический завод. Невский инструментальный завод. Трикотажная фабрика. Основная продукция. Трикотажные изделия. И так далее. И так далее. Куда зайдем с вами? Посмотрим. Ореховая мануфактура. Аврора. Обувная фабрика. Давайте посмотрим, что нам пишет обувная фабрика. Так. Смотрим. Смотрим. Спортивные обуви. Фотогалерея. И то же самое. Адрес. Телефоны все. Электронная почта. И сайт. Сайт или страница. Ленинградская фабрика спортивных изделий была основана. В 1962 году. Для производства спортивной обуви. Обувь. Фото наших изделий. Товары. Полезная информация. Вот. По канции. Смотрим. Обувное производство. Приглашает на постоянную временную работу сборщика верха обуви. Так. Лиц закончивших ПТУ. Техникум. Институт. Стабильное ЗП. Плюс. Соцпакет. График 5.2. Обращаться по такому-то адресу. Техникум. Все. Все понятно. Все понятно. Можно предварительно позвонить по телефону. Записать на собеседование. Или узнать как это проходит. И так по каждому. По каждому предприятию. Я вам сейчас оставлю ссылки на эти сайты. Обязательно. Вы зайдете тихонечко. Спокойно. Все посмотрите. Посмотрите. Может у вас есть опыт. Опыт в определенной специальности. Может быть вы расспросили про заводы. Значит вам что-то интересно. Возможно вы слесарь. Возможно вы мастер чего-нибудь. Или ваш муж мастер чего-нибудь. Поэтому Ирина. Вот такая небольшая информация. Но все-таки есть возможность для размышления. Для уточнения этой информации. Интересная кстати идея. Я тоже хочу посмотреть все заводы. Их очень много. Там по 7 страниц. Вы же смотрели. Много сайта. Такие по многу страниц на сайте. Вот 9 страниц допустим. И самое удобное. Что здесь сразу понятно чем занимается предприятие. Посмотрели. Открыли то что нужно. Если понравилось позвонили. Вот и все. О зарплате можно уточнять. Я вот когда ищу зарплату. Я иногда беру просто например. Обувная фабрика Динамо. Задаю в поисковике обувная фабрика Динамо зарплаты. И бывает или отзывы какие-то попадаются. Или более информативный сайт. Который об этом заводе или фабрике. Об этом предприятии говорит. Вот так. Вот такие дела. Друзья все вместе. Мы найдем информацию. Нужную для всех. Поэтому подписывайтесь. Поставьте лайкусик. Спасибо что пишите комментарии. Спасибо что откликаетесь. Очень приятно. Хорошего денечка вам. Хорошего настроения. Петербург потихонечку открывается. Будем дальше следить какие новости. Что же открывается в ближайшее время. В Петербурге и в Ленобласти. Все мои дорогунчики. Поставьте лайкусик. Не забудьте. Остаемся на связи. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok